Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас. Зачем? Угрюмый одинок, грозой оторванный цветок. Я вырос в сумрачных стенах, душой дитя, судьбой монах. Я никому не мог сказать священных слов отец и мать. Писатель, художник, ну, самый главный вещательный человек. Что он был великим писателем, написал много произведений, прекрасных, в школе обучает. Ночевала тучка золотая, на груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя. Но остался влажный след в морщине, старого утеса. Одинокая он стоит, задумался глубоко, и тихонько плачет он в пустыне. Нацири, демон. Много произведений. К сожалению, рано не стало человеку. 27 лет ушел из жизни. Мог бы еще натворить много всяких произведений, на которых учились мы, дети наши учились. Надеюсь, внуки будут учиться. Он же был человеком. Таких людей мало. И везде. Такие вот на них Россия держит, как Василий Иванович Чапаев. Тоже его вспоминает вся Россия. Белеет парус одинокий, в тумане море голубом. Что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном. Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет. Он счастья не ищет. И не от счастья бежит. Лермонтов родился со 2 по 3 октября. Ночью по новому стилю с 14 по 15 октября. Он известный писатель и поэт. Рисовал. Он очень талантлив. Учился в Московском университете два года. После чего поступил в Санкт-Петербургский. Но там решили не засчитать его два года. И он поступил в военную академию. Три раза был сослан в Кавказ. Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва спаленная. Спаленная пожарным французу задана. Ведь были же схватки боевые. Да говорят, еще какие. Не даром помнит вся Россия. Про день породена. Да были люди в наше время. Не то, что нынешнее время. Богатыры не вы. Плохая им досталась доля. Немногие винулись с поля. Не будь на то, и Божья воля не отдали к Москву. Субтитры создавал DimaTorzok